Я, честно говоря, не сильно понимал, что такой индивидуальный подход к пациенту, никто мне внятного объяснить это не мог, стандарты оказались проще для понимания. Вот персонализированный подход, было ясно, что основы его возникли много тысяч лет до нашей эры. Гиппократ лечить не болезнь, а больного. Его фраза, которая была возведена на знамя всех специалистов, занимающихся лечением, занимающихся этой проблемой, но в то время это воспринималось как баланс телесных соков, это здоровье или нездоровье пациента. Прошло время, пришли стандарты, в настоящее время в стандартах Европейской ассоциации урологов 16 страниц, посвященных мышечно-инвазивному раку мочевого пузыря, на которых имеется 18 упоминаний о цистектомии, как о золотом стандарте лечения рака мочевого пузыря. Из них 10 страниц посвящены цистектомии. Казалось бы, вопросов никаких не должно быть. С адювантной, неадювантной терапией, так или иначе радикальная цистектомия. И, казалось бы, что может привести нас к решению о индивидуальном лечении, о персонализированном подходе к лечению пациента. Ну, анамнез, стадирование, морфология, беседа с пациентом, влияние на качество жизни проведенного лечения, это все понятно. Но если отдельно разбирать эти моменты, то тут возникают вопросы. Например, радикальная цистектомия. Как мы можем общаться с пациентом, предлагая ему тот или иной вид лечения, объем хирургического лечения. Прежде всего, это объем операции, объем лимфоденектомии, выбор метода деривации, открытая или минимальная инвазивная операция. Также можно обсуждать о сохранении сексуальной функции. Ну, в общем, это хирургические моменты. Вряд ли можно это отнести к персонализации терапии. Гистологические варианты рака мочевого пузыря могут влиять на тактику. Но сегодня здесь приведены данные с последнего конгресса Европейской ассоциации урологов. Известно, что они не всегда и не полностью могут определять статус пациента. Так, например, при неуртериальных опухолях, верно, стадируется только 68% Именно гистологический вариант выставляется при предоперационном обследовании, при трансуртеральной резекции. Результаты неодевантной химиотерапии также различаются от гистологического варианта и преимущества общей выживаемости. Отмечено при нейроэндокринных формах гораздо меньше, при стандартных формах неураталиальной карциномы. И частота рецидивов различается в зависимости от формы опухоли. Чаще всего локальные рецидивы возникают при плоскоклеточном раке, наибольшая частота метастазов отдаленных костей в легкие при аденокарциноме и также плоскоклеточном раке. Таким образом, прогноз, несмотря на все наши попытки как-то индивидуализировать, персонализировать или стандартизировать лечение рака мочевого пузыря не меняется в течение 35 лет. Здесь на этом графике приведены данные, которые отражают, что те же самые 20-30% рецидивов при цистектомии отмечаются при мышечной инвазивном раке мочевого пузыря, естественно, больше 40-50% при местно распространенном процессе и при метастазах лимфоузлах 70%. Радикальная цистектомия, тем не менее, остается стандартным лечением в течение всех этих 30 лет. Организационно-сохраняющий подход имеет место быть. На последнее время об этом много публикаций имеется, но все ограничивается, выбор этого метода ограничивается желанием пациента и возможностью врача. То есть пациенты, которые желают сохранить мочевой пузырь, пациенты, которые не подходят к радикальной стектомии. Вот и, собственно, весь индивидуальный подход. Химиотерапия, она может предварять, может следовать за радикальным хирургическим лечением, но сегодня мы не имеем доказанных ни клинических признаков, ни морфологических факторов, ни каких-то других признаков, которые доказанно определяют, нужно нам проводить ее или нет. Особенно относятся к адъювантной химиотерапии. Вот, наверное, лучшая публикация, это метаанализ исследований, которые были проведены группой авторов, так называемой ABC групп. Они определили, что адъювантная химиотерапия наиболее эффективна и вообще, в принципе, эффективна при местном распространенном процессе и при поражении региональных лимфатических узлов. Таким образом, у нас возникают предпосылки для персонализированного подхода. Какие именно? Это неудовлетворенное лечение, неудовлетворительное лечение, только что это было озвучено. Также наши технологии, развитие знаний, наши новые методы. Сейчас постараемся об этом поговорить подробнее. Ну и кроме этого, еще и, конечно, стоимость лечения. Рак мочевого пузыря – одна из наиболее дорогих болезней, как на дорадикально-цистектомическом, так скажем, этапе, так и уже в процессе радикального лечения. Выживаемость, тем не менее, это продолжение одного из предыдущих посылов, она радикально статична для всех пациентов, как для мужчин, так и для женщин. С годами, независимо от стадии, независимо от пола, примерно то же самое отмечается при наблюдении за этими пациентами. Ограниченная роль органосохраняющего подхода. Нет ни одной работы, которая показывала преимущества, и много работ, которые не показывают адекватное радикальному лечению, радикальной цинктомии результаты при использовании органосохраняющего подхода. Продолжая вопрос о стоимости, сейчас в Западной Европе и в Америке организовано две группы, в которых уже вложено много денег, которые определяют базы, геномы, результаты, и все это названо персонализированной медициной, результаты которых ожидаются, но на сегодняшний день мы ничего не можем сказать конкретно. Предпосылками для персонализированного подхода являются также данные о эффективности неодевантной химиотерапии. Она эффективнее. 5-7% улучшения общей выживаемости, Great of Recommendation A, но из 20 пациентов только одному, точнее, эта терапия будет принесет пользу, будет эффективна и улучшит общую выживаемость. Развитие знаний. У нас сегодняшний день много информации о том, как действуют механизмы резистентности, как выглядят механизмы резистентности, как действуют цисплотины, почему у нас на неодевантной терапии эти самые 5-7%, а не 50-70%. Данная схема приблизительно отображает то, как возникает резистентность цисплотину и, в общем-то, как он действует и что делать дальше при применении данного метода. То, о чем говорил Евгений Наумович, Уминитов, и RCC-2, наиболее, наверное, перспективный маркер, наиболее изученный, и, наверное, который первым ворвется в наши намограммы, в наши схемы определения пациентов для неодевантной терапии или ее ненужности. Снижение функции экспрессии этого гена, повышение чувствительности к химиотерапии. Это видно на данных слайдах, на данных таблицах. Улучшение выживаемости отмечается при экспрессии ERCC-2, но в результате все это привело к тому, к чему пришли мамологи более 15 лет назад. К тому, что уротолиальные карциномы разделены на несколько групп, на люминальные, базальные и их подтипы, и в зависимости от этого персонализация происходит именно следующим образом. Нужна неодевантная терапия, не нужна, нужно радикальное лечение. Для начала мы должны определить то, к какой группе относится данное заболевание. У урологов это выглядит следующим образом. Четыре группы параллельно друг с другом примерно одновременно привели несколько своих вариантов оценки, молекулярно-генетической оценки уротолиального рака, разделив их на люминальные и базальные и подтипы с низким содержанием клаудина P53-like и TCGA, знакомый ATLAS, который разделил на кластеры 1, 2, 3 и 4, которые тоже примерно соответствуют люминальному и базальному типу. К чему это привело? Неодевантная химиотерапия, в общем-то, это единственная цель, к которой посвящены данные разделения данной патологии. Пока, по крайней мере, дальнейших развитий событий не предвидится, они обсуждаются, но это, наверное, все-таки далекое будущее. Люминальный рак – лучший исход, базальный рак – лучший ответ на неодевантную химиотерапию. С низким содержанием клаудина проводить неодевантную химиотерапию не нужно. Прогноз плохой, независимо от того, есть эта экспрессия или нет. Дальнейшие варианты – ура-базальный, ура-А, ура-Б, лучший ответ на химиотерапию, лучшая выживаемость, ну и так далее. В общем-то, это то, наверное, что должно прийти в нашу клиническую практику к повседневному использованию, к определению тактики лечения конкретного пациента. Ну вот эти номограммы, они также подчеркивают то, насколько, ну, достоверность приведенной схемы. Вы посмотрите, красненькой линии выделен ура-базальный рак. Все остальные, в принципе, их исход не меняется независимо от проведения химиотерапии. Ура-люминальный рак как остается выжимаемость высокой, так и она с или без химиотерапии продолжает оставаться высокой, а вот ура-базальный очень значительно увеличивается. И персонализированный подход для неодъювантной химиотерапии был также озвучен на последних конгрессах. Молекулярные предикторы являются, подтипы являются предикторами стадии выживаемости. Ответ на неодъювантную терапию при люминальных и базальных опухолях разный, преимущества для последних форм. Понимание механизмов регуляции ДНК – ключевой фактор персонализации выбора лечения. То есть так выглядит персональный подход в наши дни. От баланса соков все сместилось в молекулярной генетической диагностике. Одна из последних работ, которые еще не опубликованы, которая собрала в себе ретроспективные данные, может быть, небольшое количество пациентов, но которая показала о том, что нет маркеров неэффективности на неодъювантной химиотерапии. Таким образом, прецизионная медицина у нас сегодня выглядит как вершина этого обрыва. Те знания, что мы имеем, все остальное ниже, и мы должны ответить на то, что ответ имеет на эту терапию, выбрать пациентов, которые, скорее всего, будут иметь частичный ответ, полный ответ и недостаток ответа. Один из этих вариантов – это Decipher, всем известный, скажем так, сет для определения экспрессии антигенов, которые используются уже одобренные FDA для использования в определении прогноза рака предстательной железы и предложены для использования оценки прогноза при раке мочевого пузыря. Но, наверное, это пока еще слишком рано, недостаточное количество исследований, недостаточное количество данных. Новые методы, которые используют для оценки тактики лечения, для персонализированного подхода к пациентам, это иммунотерапия при раке мочевого пузыря. Обще известно, что при метастатическом раке мочевого пузыря в первой линии уже при нележибельности к цисплатину и при противопоказаниях к проведению терапии цисплатином, а также во второй линии после рецидивов прогрессирования заболевания многие препараты уже одобрены. Однако при мышечно-инвазивном неметастатическом раке мочевого пузыря эти методы также исследуются. Три фазы исследований проводятся в настоящий момент. Это препараты, приведенные ниже исследования, которые здесь указаны. Возможно, скоро мы эти препараты увидим в своих стандартах и будем отбирать пациентов для проведения того или иного вида лечения. Персонализированная иммунотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря – это пять препаратов, одобренные уже людей, но при мышечно-инвазивном ничего спецкого нет. Вот следующие исследуемые биомаркеры, они перспективны для оценки эффективности лечения. Более 50 лет назад американцы высадились на Луну, сделали снимок Земли, наш, с Луны. Все тогда были впечатлены результатами. Сегодня почти каждый из нас в кармане имеет устройство, которое гораздо мощнее того аппарата, который сделал этот снимок. Мы можем увидеть Землю со стороны, и это наше настоящее. Каким будет наше будущее, сложно представить, но мы видим, что прогресс значительный, и что сегодня, наверное, очень здорово увидеть Землю со стороны, но жизнь не стоит на месте. Мы можем не думать слишком глубокими материями, а иметь какую-то одну молекулу, которую нужно определить для того, чтобы сказать пациенту, нужно ему проводить одно лечение, другое лечение, совместно их проводить. На этом позвольте закончить. Большое спасибо.